В эфире студия Репортер. Меня зовут Виталий Хемий. Здравствуйте. Представляю своего сегодняшнего собеседника Артем Брепенко, директор научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Не секрет, что последние несколько месяцев сферу земельных отношений, не говорю рынок земли, просто сфера земельных отношений штормит очень серьезно. Много разных новостей, не самых приятных, доносятся из Киева, из Одесской области. Рейдерский захват земли, сельхозугодий в том числе. Очень много вопросов возникает у ветеранов АТО, когда приходят люди оформлять землю и земли-то нет. Вот эти все вопросы, хотелось бы пролить на них ясность. Ваша организация, может ли она проконсультировать, помочь людям, которые оказываются в таких непростых условиях? Спасибо, постараюсь вкратце об этом, собственно говоря, рассказать. Земельный вопрос, он такой. Земельные конфликты известны издавна, земля у нас ресурс ограниченный, поэтому всегда будут споры за территорию, за границы, за межу, так сказать, участков. Поэтому неиссякаемая проблема и неиссякаемая тема для разговоров. Ну, несколько слов о нашем институте. Мы являемся старейшим в Украине экспертным учреждением, существующим с 1913 года. И на сегодняшний день мы осуществляем экспертные исследования по порядка 50 экспертным специальностям. Несколько из них — это непосредственно земельная специальность. Для чего приходит судебный эксперт? Судебному эксперту приходит задать вопрос как к лицу, обладающему специальными познаниями в той или иной сфере, в данном случае в сфере земельных отношений, землеустройства и подобных вопросов. В частности, наш институт дает экспертные заключения, то есть компетентное экспертное осуждение по вопросу оценки земельных участков. Часто такие вопросы становятся в связи с расследованием уголовных дел по самовольному захвату, когда следствие обосновывает размер вреда причиненного государству или какому-то лицу. Также эксперты дают свои суждения, оформленные в виде экспертного заключения по межевым спорам по вопросам раздела земельного участка определения порядка пользования. Это больше всего касается, интересует граждан, потому что чаще всего такие споры возникают с соседями при разделе общих домовладений, при передвигании, изменении местоположения забора. Часто это даже не каменные заборы, а металлические конструкции. Они редко десятилетиями, к сожалению, тянутся судебные споры, которые в 95% разрешаются с привлечением судебного эксперта. Именно он с выходом на местность показывает по точкам, как и что должно на самом деле находиться. И судья уже на основании этого принимает решение. А также у нас открыто используется экспертная специальность, называемое исследование по вопросам землеустройства. Что это такое? Это когда судебный эксперт определяет, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принято решение о передаче земельного участка, например, Одесским городским советом, либо районной госадминистрацией. Также эксперт рассматривает вопросы, соответствовала ли требованиям документация, которая легла в основу такого решения. И отвечает еще на ряд вопросов, может быть, в ходе эфира я расскажу более подробно. Вот вы затронули тему судебных экспертиз, когда на местность, мне заинтересовал вопрос взаимоотношений между теми же соседями. А вызов такого человека, я так понимаю, это недешевая услуга на самом деле? Или это секретная какая-то информация? Нет, информация не секретная, более того, она доступна на сайте нашего института, где по разделам, вот я говорил о 50 порядках экспертных специальностей, И по каждому разделу мы предоставили ориентировочную даже стоимость услуг. Поскольку земельный вопрос настолько емкий, вот мы с вами чертили даже круг этих вопросов, они могут быть различными. Например, оценка может быть огромной территории промышленной, где нужно делать поправку на месторасположение. Чаще всего это комплекс вместе со зданиями. Они обладают износом, технологическим циклом, и одна такая работа может занять у эксперта месяцы, а иногда даже до года и более доходят сложнейшие исследования. В таком случае счет за эти услуги может быть достаточно высоким. Мы работаем по тарифной сетке, утвержденной Минюстом. Есть стоимость одного часа работы эксперта. Эксперта час. Исходя из этого, в каждом конкретном случае рассчитывается калькуляция и выставляется счет заказчику этой услуги, то есть инициатору. Это либо суд, либо орган следствия, либо прокурор, либо экспертное исследование может быть проведено по заказу физического и юридического лица. Этот счет выставляется, он оплачивается, эксперт проводит исследование. Касательно граждан, если мы говорим о межилых спорах, вот то, что вопрос, который вы задали, чаще всего ценовая политика, я бы сказал, колеблется в размере 3-5-2-7 тысяч гривен за подобную судебную экспертизу. Те споры, которые стали не то что популярны, но они получили широкую огласку в средствах массовой информации, это самовольные захваты не земли, а уже даже урожая, я бы даже сказал так, это было и в центре области, и на юге области. Есть вероятность того, что они возникали как раз из-за того, что кто-то не знает, насколько ценен тот или иной участок земельный, документов нет, приехали одни, засеяли другие, и вот мы получили такую конфликтную ситуацию. Безусловно, и наше экспертное учреждение здесь может выступить в разных ипостасях. В частности, сейчас очень распространены случаи, когда поступают на техническую экспертизу документов и почерковедения документы по аренде паёв, так называемых, либо сельскохозяйственных участков, и эксперту задается вопрос, оригинальный этот документ или монтаж. Часто мы имеем дело с монтажем документов, когда вторую и третью страницу договора с самыми важными условиями, со сроком, могли попросту переделать и подделать, сфальсифицировать. Последняя страница с подписью может быть оригинальной, например. Первые две или три страницы договора срок поменяли с пяти лет на 25, и таким образом по подложным документам часто используется. Это используют и рейдеры, которые потом собирают урожай на основании давно закончившегося договора аренды. Это один аспект. А второй аспект по-черковедческий, часто подделываются подписи за крестьян, пользуясь различными обстоятельствами, некоторыми серыми мошенническими схемами, и такое бывает нередко. Когда договора просто подделывается подпись. И третий аспект непосредственно и правовой, и экспертный, это, собственно говоря, принадлежность урожая самого по себе. Здесь уже, ну, это больше к юристам вопрос, чем к экспертам. Это хозяйственные правоотношения. И когда право на посевы, на сбор возникает у одного субъекта, а второй, например, собственный владелец земли по факту берет и собирает. И у них возникает спор, чей на самом деле был урожай, кто имел право его собрать. И очень часто, когда исключительное, скажем так, рейдерство, когда просто прошел комбайном по всем полям, что увидел, собрал, и ищи потом это виновное лицо. Здесь даже эксперт не поможет. Тут, если такое правонарушение вовремя пресечь не удалось, то часто это делают даже просто неустановленные лица. Еще один вопрос, который, возможно, сейчас не так актуален, как он был года два назад или три, это выделение земельных участков воинам АТО. Появилось очень много организаций на волне, может быть, политических, выборных, да, у каждого свои мотивы, которые обещали помощь этим людям. Вот, вращайтесь к нам, несите документы, мы все сделаем. Потом, когда политический момент спадал, градус тоже спадал, все, никакой помощи нет. Можно ли говорить о том, что на почве помощи людям, да, которые жертвовали своим здоровьем, как минимум, появилось очень много недобросовестных организаций. И люди, которые могут произвести, ну, реально качественную оценку, их не так много в стране, это сертифицированные конторы, реальные эксперты, а не какие-то, извините, шарлатанные жулики. Ну, поскольку, опять же, земля — ресурс ограниченный, имеющий высокую ценность, которая со временем только растет, поскольку земля невоспроизводима, не имеет, как известно, добавленной стоимости, ее нельзя произвести руками, территория всегда ограниченная. Безусловно, в этой сфере всегда будут какие-то проявления серых, каких-то мошеннических и прочих спекулятивных действий. Думаю, что такое тоже имеет место в определенных случаях. Вот вопрос, который вы затронули, он, насколько мне известно, слишком сильно его решение отличалось по региональному принципу. В некоторых местностях власти шли навстречу, выделяли целые земельные массивы. Здесь же очень много сопутствующих проблем. Нужно было создать планировочную документацию под эти массивы, выделить их отдельно. Эти земли должны быть пригодными для использования, потому что предоставить просто в глубоком поле участок, который невозможно ни подъехать, ни пройти, ни использовать, Думаю, такие участки мало кому были нужны. Пригодные же участки нужно было выделить по градостроительной планировочной документации, принять волевое решение, выделить их именно для участников АТО и непосредственно довести это дело до конца, вплоть до того, чтобы помочь финансово с этой документацией. Насколько мне известно, ситуация решалась на местном уровне по-разному. Где-то вообще не выделяли земельные участки. Где-то власти говорили, что мы выделим, попробуем жильем обеспечить, потому что земли свободной просто нет. Где-то это выделялись участки на каких-то окраинах, там, где они попросту даже неинтересны, где их оформление будет стоить дороже. Ну, вот такая сложность. Для этого, я так понимаю, нужна была в том числе оценка экспертов. Вот люди, которые, ну, может быть, не хватает у них возможности умения понять, что этот участок не перспективный, приходит, условно говоря, ваша организация, вы оцениваете и говорите, ну, парень, тут реально вообще ноль. Никаких перспектив. Ну, если нам закажут такое исследование, мы его, конечно, выполним. Но мы, как судебные эксперты, нас в основном привлекают там, где есть проблемы и где есть уже спор. И споров в связи с выделением таких участков тоже же было достаточно много. Когда пытались признать права, либо процедуру, например, властные структуры инициировали, они начали процесс, но не закончили. И получилось, что люди вложили время, средства, деньги, подали заявление, а им потом участки не выделили. И вот уже на таком этапе уже может подключиться, конечно, судебный эксперт, сделать исследование и по целевому назначению участка, и по оценке, и по стоимости, и по соответствию принятых решений положением нормативных актов. То есть, в принципе, можно привлекать судебных экспертов. Насколько я понимаю, ваш институт тесно сотрудничает с таким образованием, с такой организацией, как Госгеокадастер. Я не думаю, что ваши пути совсем не пересекаются в своей деятельности. Все-таки тоже структура, которая имеет непосредственное отношение к земле. Вы структура, которая старается регулировать все имущественные споры, которые там возникают. Вопрос в связи с этим наверняка не прошло мимо вас выступление и премьер-министра, и затем и губернатора Одесской области, когда было очень много недовольных, в том числе и управлением Госгеокадастра в Киеве, скажем так, центральным и региональным. В чем причина вот этих вот недовольств, если вы, может, углублялись? Есть недоверие к этим органам власти, можно ли их так назвать? Ну, по крайней мере, регулирование каких-то отношений на земле? Честно сказать, непосредственно за этим конфликтом не следил попросту по причине отсутствия времени. А почему Госземагентство ранее, да, теперь Госгеокадастер, бывший Госкомзем, это орган, который изначально был на заре независимости создан для того, чтобы регулировать земельные отношения, все, что с ними связано, в том числе и рынок. У этого органа в руках сосредоточен большой массив информации. Несмотря на то, что сейчас запущены такие сервисы, как публичная кадастровая карта, где, как казалось бы, все открыто, в любом случае не вся информация доступна. При внесении этой информации в кадастровые базы часто возникают конфликты, которые решают кадастровые регистраторы. То есть, кто владеет информацией, владеет миром. И в Госгеокадастере непосредственно эта информация сосредоточена из первых уст, из первых источников, в привязке к координатам. То есть, то, что недоступно часто даже судебному эксперту. Мы запрашиваем у инициатора предоставить нам информацию, пересчитать координаты, чтобы мы могли с ними работать и так далее. У нас напрямую таких доступов нет. Кадастровый регистратор регистрирует земельные участки. То есть, любая сделка, любая приватизация, которая до сих пор еще идет, все полностью проходит через сети и систему земногенства. Кроме того, Госгеокадастер на сегодняшний день распоряжается определенной частью земельных массивов государственной собственности и сельхозназначения. Предполагаю, что в любом случае такая мощная структура, которая аккумулирует в себе все эти функции, ну, периодически может вызвать и недовольство, и какой-то уровень недоверия к себе, потому что достаточно большой объем полномочий сосредоточен. Велик соблазн наверняка. Ну, возможно, возможно, для кого-то, да. И еще момент, о котором хотел бы сказать, что у нас все-таки до сих пор немного сложная система регистрации и прав на землю. В каком плане? И министр юстиции об этом заявлял, что все-таки необходимо унифицировать и привести к единой системе эту регистрацию. У нас сейчас регистрируются права отдельно, земельные участки все же регистрируются отдельно. Существует разная нормативная база, в том числе ведомственная. Регистрация земельного участка сейчас все-таки достаточно тяжеловесная и сложная процедура. И, наверное, во многом граждан этот момент беспокоит, что нужно пройти тернистый путь, отстоять очередь, оплатить услуги предшествующей регистрации, заказать землюстроительную документацию. Зарегистрировал участок, получил вытяг, и думаешь, ну все, с этим вытягом уже точно можно сделать все. А нет, нужно еще пойти и зарегистрировать отдельно права собственности или права пользования на этот участок уже в другой структуре. Как на сегодняшний день, да, субъекты, благодаря открытой тоже политике Министерства юстиции, круг субъектов регистрации значительно расширился. Сейчас это сделать удобнее, чем раньше только идти к державному регистратору. Тем не менее, вот эта двойственность модели регистрации прав на землю, она никуда пока еще не ушла. Думаю, в этом направлении нужно дальше еще работать. Спасибо вам, Артем, за то, что рассказали нам предварительно, да, как выглядит вот эта вот система. На самом деле она не очень простая, в том числе для наших зрителей, которые регулярно сталкиваются с земельными отношениями. Не раз мы еще будем общаться по этому поводу, по более детальным вопросам, может быть даже какие-то частности будем разбирать. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя. До новых встреч в эфире.